Деревня под Талицей Ивановского района. В минувшем году местные жители наконец дождались. Им провели газ. На радостях люди не придали значения тому, что трубопровод проложили под их единственной дорогой. Но местным пообещали, все, что перекопали, восстановят. Даже лучше прежнего. И действительно, новую дорогу засыпали. Правда, скорее не для людей, а для галочки. Михаил Серафимович по профессии строитель. С такой технологией столкнулся впервые. В данном случае жители беспокоятся не о государственных деньгах. Дело в том, что при прокладке труб на поверхность подняли слой глины. Гравий увязают в нем. После ремонта прошло всего 8 месяцев. А дорога уже разваливается на глазах. Что же будет дальше? Если учесть, что после прокладки газопровода деревня, как говорится, начинает возрождаться. Приезжают молодые семьи, покупают старые дома, начали строить. То есть на следующий год это будет более интенсивное строительство. И поэтому то, что вот сейчас этот гравий навален, он будет продавлен этими машинами. По всем меркам строительства тут даже нельзя назвать, что это строительство дороги. Но проложенная дорога – это лишь вершина айсберга. Дело в том, что на середине деревни она и вовсе обрывается. У рабочих закончился гравий. Дальше только глина и грязь. Практически оторванными от цивилизации оказались 30 домов. Единственный островок твердого покрытия образовался здесь полгода назад, когда на подъезде к строящемуся дому застрял автомобиль с бетоном. Пришлось вываливать бетон прямо на дорогу. Вообще проехать сюда, особенно после дождя, может не каждый внедорожник. У меня, например, был такой случай, что мы выписали дрова и в связи с плохой дорогой наши дрова выложили, сбросили, трактор сбросил, можно сказать, посредине деревни. В связи с того, что нет хорошей дороги. Люди просто боятся, ведь случись что, автомобили экстренных служб могут и не преодолеть их, с позволения сказать, дорогу. Причем такие случаи уже были. Вызвали скорую, женщине 87 лет, гипертоник, очень больная женщина. И скорая доехала вот досюда, ну вот где мы сейчас находимся, было еще больше разлив и не смогли проехать. Врач говорит, давайте выносите вы ее так, сами. А сын говорит, как же мы ее вынесем, чайный дерево какое-то нести-то. Попробуйте, попытайтесь пройти. Он не смог, снял даже сапоги, не смог так и все. И стали выносить все вместе женщину. У местных жителей уже почти нет надежды на то, что дорогу когда-нибудь сделают. Зато есть отписка из администрации Ивановского района о том, что все работы будут сделаны до декабря 2012 года. А ВОЗ и ныне там. И даже близящиеся выборы не стали поводом заработать несколько голосов благодарных избирателей. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.